Приветствую вас и давайте по порядку последим цепочку развития событий. Вы встречались с женатым мужчиной, как я понял, в течение длительного времени, ни на что особо не претендуя. Не дремя было от него развода, в общем-то, как вытекает из вашего письма. Не давя на него, но делая для него определенные вещи. После того, как у вас произошла ссора, вы решили уйти от него, отыграла гордость. И когда вы уходили, вы решили проверить жену мужчин, чтобы определить, находится ли мужчина в надежных руках или нет. Вы знаете, вот сам факт того, что вы пошли на такой поступок, говорит о том, что вы относитесь к нему довольно, ну, покровительственно. То есть, у вас к нему есть что-то, знаете, как это не странно звучит, больше, чем любовь к мужчине. То есть, вы любите его не только как мужчин, но еще и как человек, как личность может быть, как... Вот вы говорили, что занимаетесь благотворительностью. Я не совсем понял, что это значит. То ли мужчины занимаются благотворительностью, то ли вы помогаете ему и это для вас благотворительность, ну. Пусть будет.. Мужчина занимает благотворительностью. А вы, вот относитесь к нему именно так, он для вас не только мужчина, но и человек, И вот, как человек, который вам не безразличен, вы захотели посмотреть, остался ли он надежный в руках или нет. Как бы это поведение выходит за рамки личных отношений, потому что вы поставили себя выше мужчины в данном случае, вы взяли на себя ответственность за его жизнь, вы проверили его жену, выяснилось, что она ему предала, и вне зависимости от того, как будут развиваться наши сни дальше, в некоторой степени вы несете ответственность за то, что сейчас происходит с мужчиной, и вы в некоторой степени несете ответственность за вот то одиночество, в котором сейчас оказалось. И давайте здесь, как вот в ключевом моменте, сделаем чёткое такое разделение, что как у женщины к мужчине, доверия к нему у вас нет, ну потому что он вас обидел, потому что он не ценил то, что вы для него делали, он относился к вам уважительно достаточно, он в общем-то ставил вас на второе место, вот, и соответственно, как женщина, вы к этому мужчине относитесь нейтрально, если не сказать отрицательно, но как человек, как человек, на основе общечеловеческих принципов, на основе общечеловеческих ценств, вам, ну не то, чтобы обязательно, вам желательно любые его поддержать, просто выслушать, поговорить, дать понять, что мужчина не одинок, что есть кто-то, кто всё-таки с ним рядом будет, то, что вас говорит, то, что вы чувствуете, это не любовь к мужчине, это скорее забота, волнение, как о человеке, не как о мужчине, как о человеке, и вы не спрашиваете, как вам жить, не спрашиваете, как вам построить свои отношения, вы ничего этого не спрашиваете, и отвечать на эти незаданные вопросы я не буду, хотя мог бы, наверно. Но конкретно в этой ситуации вы путаете личные отношения и человеческие, вот по-человечески вам нужно его поддержать, если вы сможете на время свои личные обиды, как женщин, ну, попридержат, попридержат, пока минует кризис у мужчин. Во-первых, никаких обсуждений личного характера, никаких намёков на флирт, на сближение, нет. Дружеское, тёплое, позитивное общение с вашей стороны, может быть, встреча, проведение с ним какого-то времени, но не более того. Почему? Потому что вы ответственны за то, что с ним сейчас происходит. Возможно, вы ему помогли. Возможно. И вы не обязаны делать ничего того, чего бы вы не хотели, но раз вы спрашиваете, то я вам отвечу, что вам, с общечеловеческой точки зрения, нужно ему сейчас помочь. И на звонок ответит не как его женщина и любовница, ну, как друг, хороший знакомый, как покровитель, может быть. Это то, что сейчас мужчине нужно. Поможете преодолеть ему кризис, увидите, что он более-менее выбрался, оправился, и вот тогда, тогда либо уйдёте от него, как и хотели изначально, либо поговорите с ним, скажите, скажите, что вот последний раз тебе говорю, либо ты уходишь за жены и мы вместе, либо ты оставишься с ним и меня больше не увидишь. Потому что после вот такого проявления существенности супруги и ни один уважающий себя мужчина не будет с этой женщиной, а если он с ней останется, значит, он не уважает себя. Соответственно, если мужчина не уважает себя, то он не может уважать и людей рядом с ним, то и в данном случае и вас. Поскольку вы себя уважаете, это видно из вашего сообщения, то вам такой мужчина не подходит. Если вы чувствуете, что вот если возьмёте трубку и не сможете быть для него только другом, что поддадитесь, допустим, порыву и поцелуете его, проведёте ночь и вообще будете проявлять себя как женщина, то, конечно, тогда лучше не надо. Потому что проявление личных отношений на основе жалости никогда ничего хорошего людям не приносит, к сожалению. Ну а если вы чувствуете, что он может это сделать, то сделайте. Поддержите его, побудьте с ним, помогите преодолеть кризис. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду вам благодарен.